Так, на зеленый айфон с опозданием, поясни свои слова о том, что бомбардировка мирных людей не преступление. Я такого никогда не говорил. Бомбардировка мирных людей, целенаправленное убийство мирного населения, гражданского населения, является преступлением, будь то во время боевых действий, будь то во время контртеррористической операции, будь то во время наведения конституционного порядка, или как бы ты это не назвал, это будет преступлением. Целенаправленно убивать гражданское население нельзя. Однако, если идет война, и противник в каком-то населенном пункте или городе укрепился, и он сопротивляется, ведет с тобой войну, если ты будешь применять против него, допустим, артиллерию, и при этом при уничтожении своего врага также погибнут и мирные люди, это не будет военным преступлением. Это ситуация, которую мы будем осуждать, мы будем по этому поводу высказывать свое недовольство, но военным преступлением это не будет, человек не будет за это наказуем, уголовно, преследуем. Ядерный удар это огонь, который уничтожает все живое и неживое. Катапульта это просто камень или ядро. Огнем нельзя по исламу убивать, так что ты ошибся, разница между войной, которую вел пророк, и войной с ядерным оружием есть. Значит, на тот момент катапульты это было сегодняшнее оружие массового поражения. Это сегодняшняя артиллерия, пушки, это сегодняшние установки град, это сегодняшнее ядерное оружие в том числе. Катапульта это то средство, которое не избирательно, это средство массового поражения. И когда запускали катапульту в город для удара по противнику, она также могла убить и мирных людей, оказавшихся в зоне поражения. Поэтому это является оружием массового поражения. И если ты со мной в этом не согласен, то ты не согласен не со мной, ты не согласен с пророком, миром и благословением Аллаха, который применил эти катапульты. Ты также не согласен и с международными правилами ведения войны. Поэтому это как бы претензия не ко мне. Я здесь ничем не могу тебе помочь. Ядерный удар был нанесен не по праву, катапульты применялись по праву, понимаешь разницу, а ты и твой брат заявляете, что нет никакой разницы. Нет, ни я, ни мой брат не говорим вообще о правомерности применения ядерного оружия. Это предмет спора. Здесь речь идет не об этом. Мы говорим, что это на тот момент соответствовало правилам ведения войны. И что никто в мировое сообщество не обвинило в военном преступлении Америку за эти удары. Правомерность их применения, целесообразность их применения это предмет спора по сегодняшний день. И тогда это было предметом спора. И наверное люди до судного дня будут спорить о правомерности этого применения, о целесообразности применения этого ядерного оружия. Здесь мы можем спорить, мы можем иметь одно мнение, можем иметь другое. Как бы не в этом суть. Суть в том, что катапульты мы привели в пример, когда этот иллюзионист сказал, что вы посмотрите, говорит, они говорят, что бомбить артиллерией города это, мол, не преступление. Вот такие вот они люди. И вот тогда мы на это им ответили тем, что пророк Мухаммад, мир ему, извини Аллаха, использовал катапульты и бомбил города. И это не является военным преступлением ни в шариате, ни в сегодняшних правилах, международных правилах ведения войны. Вот что мы сказали. А по поводу этого удара, именно ядерного, здесь у меня нет претензий к людям, которые говорят, что это, допустим, нецелесообразно, что это было, что можно было обойтись без этого, что это привело к большим жертвам. И, в общем, эти, это мнение, оно мне знакомо. И я, я, конечно, придерживаюсь иного мнения в этом вопросе, но у меня нет претензий к этим людям. Это их право, это их мнение. Саламу алейкум, пророк использовал катапульты для разрушения стены, а россияне, бритиши и прочие убийцы-мусульман просто стирают с лица земли города вместе с населением. Будь добр, не ставя на одну ступень нашего пророка и вандалов, применение силы в отношении мирного населения запрещено в Исламе. Алейкум асалам, вот вы опять путаете совершенно разные вещи. Применение силы в отношении мирного населения запрещено в Исламе абсолютно точно. Это запрещено и в правилах ведения войны, в международных правилах ведения войны. Это тоже запрещено. Целенаправленное применение силы, целенаправленное уничтожение мирного населения – это преступление. Приказ не оставлять никого в живых – это преступление. Когда идет, например, наступление на город и отдается приказ никого не оставлять живых это преступление и это прописано в конвенциях сегодняшних введений войн конечно это преступление но ты говоришь совершенно о других вещах ты говоришь что пророк использовал катапульты для разрушения стены рот мир и милый усилия аллаха это ложь ты лжешь и это твоя ложь она ставит в неудобное положение выдающихся имамов и сахабов потому что имам имам шафии говорит совершенно иное он говорит что нет проблем в применении этих катапульт даже если он говорит там при их применении погибнут на пленные мусульмане и и даже дети понимаешь он не говорит о стене все прекрасно понимают что что идет обстрел этого города из катапульт как сегодня идут обстрелы из артиллерийского оружия из пушек из гаубиц из установок град понимаешь это совсем иные вещи это не целенаправленное уничтожение мирного населения это война с противником который укрепился в городе и в этом городе возможно есть также и мирное население обычно в такой ситуации дается коридор для мирных людей говорят так 48 часов для того чтобы мирные люди вышли если вы за это промежутке кто за это время не выйдут останутся в городе они будут уничтожены вместе с противником потому что другого выбора нет понимаете это таковы правила ведения войны но целенаправленное уничтожение мирного населения является преступлением из тут я с тобой полностью согласен но не возводите ложную религию не говорите что это применялось только для того чтобы разбить стену но это же ложь ведь вам ведь имамы говорят вам о том что это не что это не так ведь имамы ссылаются на действия сахаба амра ибн аль аса который применил катапульты против александрии они вам говорят о том что жертвы среди мирного населения в таком в такой войне не является преступлением а вы начинаете возводить ложь вы начинаете интерпретировать это это была стена там и и прочее нет это не была стена это были удары по городу по крепости грознец в девяносто четвертом году мы были гражданами ищкерии они россии как ты сказал даже если бы они назвали это войной это было бы преступлением это мы были гражданами ищкерии это наша позиция тут я с тобой согласен но они это называли не войной а наведением там конституционного порядка они называли нас гражданами россии поэтому то что делают они это является преступлением если бы они назвали войну войной и начали бы действовать по правилам международных по правилам ведения международа воин то в этом случае и мы могли бы какие-то применять контрмеры в соответствии с этими условиями понимаете на международном уже уровне это был бы совсем другой подход но они не называли это войной поэтому здесь мы не можем распространять на них не распространяются правила ведения войны это является преступлением и